Не в Орле, а всё в Воронеже было. В Черноземье в основном. Ой, не помню, Xperia там играет или нет. Ждём, а у нас когда будет рестарт, и пойдёт третья карта. Эпсилоны за Т. Хейт. Хейт, вот закончится дримхак, всё, можно садиться. Там будет небольшой перерыв. До ФМР лангапом. Ну, Косми, честно скажу, ЕГЭ, ну не самый трудный экзамен. Ну, там всё зависит, конечно, от того, насколько у тебя поставлены мозги на тесты. Просто кому-то гораздо удобнее сдавать устные экзамены, то есть разговаривать чисто с преподавателем. Ну, реально есть люди, у которых поставлен на это мозг, что они могут даже не особо круто готовить. Очень хорошо ответить преподавателю в лицо. А тест вообще не разбираются в тестах. А вот я лично в тестах могу благодаря варианту ответов иногда спокойно подбирать правильный вариант. Чисто логически. Ну, да, кому-то тяжело ЕГЭ, кому-то нет. По идее, экзамен попроще стал, по сравнению с тем, что было раньше. Я про Космо на Испиде. У нас пошёл первый раунд. Псилоны зашли на 15, убили их UCMX. Ставят плент на А. По-сортовски сказал, Джаспер отстреливает Ротлснейка. Хелпа приходит с банана и её уносит у нас Джаспер со Шнайдером. Псилоны ведут 1-0. Ну, да, я слышал, что в школе очень жёстко теребят с этим ЕГЭ. Там вообще не жизнь, а каторга начинается в 11 классе. Теперь. Ну, что поделать. Нам, конечно, попроще было в своё время. Девелвок отстреливает у нас релиза. Продолжается война на банане. Шнайдер убивает Хаджи. Продавливают банан Эпсилоны. Приходит туда на Хелпу у нас Ротлснейк. Погибает Хьюси под коврами. По-прежнему у нас в коврах ещё крысит МХ. Но его забирает Центрис. И это 2-0, конечно же, для Эпсилон. Они заходят на А массам. Последний Ротлснейк будет, видимо, пистолет свой сейвить. Здорово ещё раз всем. Мы продолжаем смотреть. Шнайдер фрагаут. Матч за бронзу. У нас это третья карта уже. Первая закончилась. Сочетом 16-6 в пользу Анексис. Это был Нюк. На Мираже Эпсилона одолели англичан. Сочетом 16-7. И теперь Инферно. Первая сторона. Первые раунды. 2-0 ведут Эпсилон. Эпсилон. Подорвало чуть-чуть шведов. Смотрим дальше. У нас пойдёт ещё одна отдача от англичан. Не стали они покупать фамасы. Не будут они рисковать сейчас. Джеспер заходит на мидл с глаком со своим. Трёшки в основном у всех Эпсилонов. Не рискуют они покупать основные ганы. А вот Анексис купили. Я этого не доглядел. Купили они фамасы. И сейчас встречают у нас по дефолту и А, и Б. Релиз стоит на катушках. Закрытый дефенс у нас на банане. Никуда не лезут Анексисы. Дымок себе обновляют под выходом. В упор держат мидл Раттлснейк и Хьюси. И МХ под коврами. МХ под коврами у нас стоит. И держат тоже в закрытую. Очень аккуратно сейчас играют Анексис. Не пытаются лезть на врага. Без аркад. Ломовых. Пошла раскидка на Анексисов. Ну и сейчас надо крест-накрест нормально встать. Релизу и Хаджи, чтобы хорошо расстрелять. Это Псилонов. Пришла халпа от Раттлснейка. Он забирает одного. Погибает в голову. Получил у нас Джеспер. От Джеспера Хаджи. И Раттлснейка тоже сносит стрешки. Броников просто нету у Анексис. Вот в чем главная проблема их в этом раунде. Стреляется Хьюси с Центризом. Отдается. Остается МХ один в один. И получает в голову от Центриза, у которого была броня. Минус три. В итоге Центриз делает в раунде. И три ноли Псилоны ведут. Очередная отдача будет у нас от англичан. Косми скажу пару слов после этого матча. Скажу обязательно. Калон играет в одной датской команде. Я не помню его название. Ну в общем играет. Не в самой сильной. Но играет. То есть в топ 3 она не входит. Флуша с Девел Воком заходят на банан. На медле у нас засада от Анексис. Засада благополучно улеглась, приложившись к двери. Шнайдер у нас почекал мидл. Не понял. Погиб. Да, погиб человек. Он подобрал АК. Три в четыре остались команды. Хлпа приходит к Анексисам. Подобрали ли какие-то девайсы игроки? Пока не вижу. Вроде нет. На мидл прочекал Ротлснэйк. Увидел, что враги идут на А. Погибает также и Хаджи. И Миксу надо ныкаться хорошенечко. Сейчас в песках он старается стреляться. Ну, спорное решение стреляться с пистолета в такую даль. Сейчас его задавят с зила. Да, это у нас и происходит. Пошел релиз с банана хлповать. Даже не ищет девайс. У него есть по 250. Закуп на следующий раунд будет фуловый у Анексис. Уже слишком много раундов подряд отдали. Уже по 2700 там, наверное, должно давать. Настрелял у нас шестерку уже Шнайдер. У Центриза есть 5. Подрывается бомба. И пойдет у нас сейчас четвертый раунд на третьей решающей карте. И главное, что у нас разыгрывается сейчас 1000 долларов. Потому что четвертое место не получает ничего. А третье косарь. Да, конечно, СПД я знаю Барбоса. Очень хорошо знаю. У меня было в свое время соревнование с самим собой. Никогда не проигрывать Т-44. Я один раз всего за историю свою им проиграл. Очень после этого расстроился. 4 в 2 остались команды. Джеспер у нас хорошо. Сейчас релиз принял банан с зажимом одним. Джеспер и Центрис остались вдвоем. У Джесперы есть АВП. А вот-вот даже как Мир Теси на СПД. Вот так вот. Барбос из Воркуты оказывается. А я и не знал. Центрис заходит у нас в ковры. Подчекал, что близко никого нет. Джеспер идет на банан с бомбой. Должен к нему Центрис сейчас оттягиваться. Напоминаю всем, что Центрис это единственный норвежец в составе Эпсилон. И он едет у нас на Дримхак. Он был с Тендином первое время. Мы потом его взяли в основу. Очень уж нравится шведам этот норвежец. Вообще ценное приобретение, я считаю, для Эпсилон. Джеспер отстреливает релиза. Все, пустой Б-плент. Дым тут же ложится у нас на зелень. Они могут спокойно 2 в 3 разыгрывать у нас сейчас Эпсилон. И ставят бомбу под зелень. Под зелень поставили бомбу. А, с катушек видно эту бомбу хорошо. На которую сейчас у нас заходит Джеспер. Минусует он Ротлснейка. Заходит в свои кони. Тут видит еще одного. Аркадит не реагирует на Хьюси. Один в один остается Центрис и прячется за тройными. Откидывает флешку. Терпит, терпеть, терпеть нужно до конца. Но Хьюси не флешится. Он кидает еще и ХЕ под ноги Центрису. Первый раунд берет у нас Хьюси. Для Анексис 4-1 общий счет. А Нави не едут на Дримхак. Они отказались. У них был, по-моему, инвайт. Решили тренироваться. Ну, вот пусть и тренируются. Сидят дома и тренируются. Как бы Нави не развалились, конечно. После всех этих провалов. Потому что, насколько я знаю, замены в Украине на Винету. Подсадку у нас делают Анексисы. Никуда не аркадят. Англичане играют в закрытую. Как и раньше. У них такой кривоватый закуп немного. У релизов Амасу и Амексу тоже. Шнайдер заходит на 20-ку. Не видит никого близко. Сразу же Эпсилоны должны занимать этот миддл. Да, подкинули дым себе на 15. Заходит на 20-ку. Их издали принимают Хьюси. И Амекс. Но... Ух ты, Эпсилон, какие хитрецы. Решают еще один развод делать. Перетягиваются на банан. В пятером. Встают. Отлично, Паша. И тебе привет. Заходит на банан потихонечку. Его держит у нас Хаджи и релиз. Понимают Анексиса, что это выход банана. Бежит вся в атаках лповать. Ну, что вы мне Амкса показываете? Дивил Вока. Погибает релиз без размены. Хаджи минус 2 уже делает из своей ботской нычки. Третьего сносит пистолет в руках. Джеспер дает четвертый фраг команде Анексис. И второе очко приносит в итоге Хьюси. Убив Джеспера. Тимкиллера. 2-4. А Анексис постепенно догоняют. У нас закуп очередной есть у Эпсилон. Вот на следующий уже будет отдача. Дро пошли, да? Что-то сегодня не так с моим твичом. Да, дропает серьезно. Но я переключать уже не буду. Буду надеяться, что отлагает. И причем дропает не по 10 фреймов. Не по 10, по 20 фреймов. А аж по 2000. То есть, первый раз было 2000 дропнуло разом. И сейчас дропнуло разом 2000. Все прошло, по идее. Релиз недоволен рекойлом. Недоволен разбросом на кольте. Джеспер говорит, гитрайт нашел. Как им пользоваться? Кьюси тем временем встречает у нас миддл. МХ ему помогает. МХ делает первый фраг. Кьюси погиб. Остается у нас Центрис в одиночестве. Центрис заходит на двадцатку. Пытается ставить бомбу. Да, он поставит бомбу, потому что в песках... Ай-яй-яй, Раттлснэйк его все-таки достал. И вот сейчас, наконец-то, будет отдача. Передышка для аннексис. 3-4 счет. Ребят, отлагало? Скажите мне, пожалуйста. Я вижу, что не дропает. Уже должно было отлагать. Оп. Ну вот, твич шалит. Либо это мой интернет шалит. Ну, в смысле, билайн. Московский. На банан заходит у нас Дивел Вок. Его забирает релиз. Кьюси минусует Джеспера. Остались у нас 3-5 игроки. Эпсилон. Да-да-да, очень интересно, сколько у релиза фрагов. Пятерочка, несмотря на все. Ну, один он только что заработал. 4 было, это нормально, нормально. Центрис сносит голову релизу. Минусует также и Хаджи. Продолжает. Все, с П-250 делает. Минус 3 уже делает. С П-250 остается 1-2. Кьюси и мы живые. Он быстро может поставить бомбу, потому что никого нету на зелень. Что он и делает. 50 секунд у него есть. Он убегает за фонтан, чтобы его с зелени не убили на всякий случай. Сам уходит за тройные. Ну и пошла ситуация 1-2 у нас. Сидит за третьими. Должен не палиться до конца. Стреляется с одним. Зажимает он МХ. Остается 1-1. Хьюси 100 хп у того. 20 у. Центриза и Хьюси спасает английскую команду. Минус 4 у нас. В итоге сделал Центрис. У меня 60 мегабит на билайне. Да. 4-4 стал счет. Несмотря на великолепные действия Центриза, все-таки сравняли игру Анексис. Не зря я его нахваливал. Снова релиз у нас идет. На банан. А ВП Роттлснэйка отдается на медле. Джаспер минусует Роттлснэйка. 4-5 остались команды. ХЕшками обменялись любезностями у нас на медле игроки. Джаспер делает 2-ой минус с ВП. И уже 5-3 остаются у нас англичане. Но вот от МХ сейчас очень многое зависит. Нужно ему делать первый минус. И убегать, 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 убегать в плент. Помогает релиз. Релиз не помогает. Ни хрена он не помогает. Еще и погибает от Шнайдера. Хаджи в итоге 1. 700 хейт платишь. Ну вот я 690 что ли. 4 в 1 у нас Хаджи. Он сейвится. Это 5-ое очко для Эпсилон. Всего у нас осталось доиграть 20 раундов. И так, счет у нас 5-4. Ведут Апсилон. Фраги, наконец-то я назову. Центрис 10, 5. Дивил Вог, 8. Шнайдер, 7. Джаспер и 3. Флуша. 9 у Хьюси. Релиз 5. 5 хаджи. Роттлснэк 4. И трешка у МХ. Заходит на банан у нас Джаспер. Первым с ВП получает Хе за спину. Тиммейта подорвало на 30. Аркада в ковры у нас от Анексис. Встречает эту аркаду Центрис. Первым он стреляется. Попадает ему в голову Хьюси. Залез у нас Шнайдер. В спину забирает МХ. Ждал еще, что в коврах будет еще и Хьюси. Но не получилось догнать. 5-4. Перетягивается быстро Роттлснэк на Плент. Спасать Хьюси надо у нас на песках. На банане одного релиза оставили. Вот это спорное решение для Анексис, конечно. Оп, промахиваются у нас бревен. Спалили релиза. И, собственно, сам релиз понял, что у него есть враги. Но не двигаются никуда у нас Анексисы. Стреляется хаджи с Шнайдером. Добирает его. И тут же бежит, сломя голову, у нас помогать. Релизу. 4 в 4 команды. И на банан, видимо, собираются у нас игроки. Хьюси сидит у нас в песках. Агрессивно почему-то играет Роттлснэк в этом моменте. На Медле Анексисы принимают у нас банан. А Эпсилоны, похоже, решили перетянуться. Да, решили перетянуться. Роттлснэк готов к этому развитию событий. Пошел дым, который сейчас защищает как раз-таки Роттлснэка после этого минуса. Хьюси в Пленте. Надо ему очень потерпеть. Хорошо. Оставится Плент у нас в закрытии. И Хьюси двоих минусует у нас с песков. Джеспира и Центриза. 5-5. Сравнивается игра. Косми, ну не надо так-то. Это уже слишком жестко. Все равно приятно, спасибо. Банану у нас снова идут Эпсилоны. Хьюси смотрит Мидл. Роттлснэк ему помогает. Оба за столбом стоят. Очень забавно это выглядит. Стреляется Хьюси с одним. Роттлснэк не стал перестреливаться с Мидлом после смерти тиммейта. В итоге решил потихонечку почекать дальше самогон. Помашнили Эпсилон у нас на банане. Захалдились. Держит банан в очередной раз. Релиз и Хаджи в закрытую. И Роттлснэк с МХ на крытом пленте. Запускают одного Дивил Вока. Он разводной. И выход идет на Мидл. Но Роттлснэк не дурак. Роттлснэк не дурак. Он поймет, что есть возможность развода. Ну вот он, наверное, не ожидал, что побегут на 15 враги. МХ это все увидел. Роттлснэк убил Флушу. У Роттлснэка хорошая сейчас позиция. Ну вот его сейчас уже выдавливать будут. Да, теперь уже когда Центрис подбежал к сигарете, уже плохая. Уже прострел проходит. Джеспер у нас убивает релиза. Остается один Хаджи. Джеспер убил на Мидле релиза. Хаджи у нас в библиотеке. Его готовы убивать с 15. Да, Джеспер этим и занимается. Шестое очко есть у Эпсилон. Ну повезло тебе, Хейт. На мидл заходит у нас Роттлснэк. Помогает ему Хьюси. Это что у нас? Флешки такие? Это дым в ковре. Нет? Походу это была флешка. Есть закупор Тлснэка. Отдается он АВПшнику, кидая дым. Обидный очень гибель. Сразу этот ган отсекают игроки Эпсилон, чтобы его не подобрали. Близз делает у нас первый фраг от Анексис. Приходит на хелпу Хаджи. В пленте на коврах у нас живой МХ, но его не прикрывают с 15. Девеллбок забирает Фьюси. Отсекают дымом у нас Хаджи. Очень, очень грамотно играют Эпсилон. Мне несказанно нравится, как они заходят на 15. Когда откидывают дымы. Когда у них одна. Одно направление начинает двигаться. Когда другое. Очень хорошо приспособились они под игру Анексис. АВП пытается сейвить Хаджи. Остается он 1-2. И забирает Шнайдер Хаджи. В итоге 7-5 счет Эпсилоны ведут. О, Паш, не повезло тебе. Ну, все зависит от того, насколько хорошо развит интернет. У нас-то это все по советским кабелям повели. Практически ничего нового не проводили. И карбины, и так далее. Дивелвок убивает МХа. Отдача у нас у Анексис. Пистолета, правда, Хаджи забирает у нас Флушу. 3 в 4 остались команды. С головой у нас Дивелвок бегает. Точнее, без головы. Да, в Венесуэле тем временем 1 литр бензина стоит 36 копеек. Это да. В Ливии тоже столько примерно стоил до убийства Каддафи. Отдача у нас от Анексис кончается. Релиз погибает на Банане. Ротлснейк аркадит пистолетом со своим в зелень, в дым. И пошел у нас 14 раунд, предпоследний на первой стороне. 8-5 ведут Апсилоны. Ротлснейк встал поближе к мидлу. Ему должен помогать прибегать тиммейт, если они хотят агрессивно играть. Опа, у нас аркада в ковре есть от релиза их Юси. Странно, что аркадные не играют у нас с Анексис. Ихаджи отстреливает Дивелвоку. Играют постоянно в закрытую Инферно. Это не самая сильная сторона англичан на Инферно. МХ. Хаджи с МХ вместе повоевали, убили двоих. Хаджи до сих пор живой. Поменялись позициями, кстати, заметили у нас игроки. Релиз убегал на другой плент. Ротлснейк пришел на хелпу. Не забрал никого прострелами через дым. Заходят на плент игроки Анексис. Еще бомба не поставлена. Можно потерпеть спокойно. Можно потерпеть. Релиз забирает Сентриза прострелом. Последний у нас живой Джеспер. Ну что же, что же такие светные у нас. Анексис. Не хотят ждать, когда начнут ставить бомбу. Там же выпираться надо обязательно, чтобы ее ставить. 8-6 стал счет. И один раунд до смены сторон. Анексисы у нас. А за Аркадий Лебанан втроем. Вот, наконец-то пошла эта Аркадная игра, но слишком поздно от Анексис. Странно, что они себя так сильно сковывали. Юси в коврах отдается. У нас теперь его заменяет релиз. Релизу бегать. Бегать надо по карте, чтобы он себя реализовывал, а не стоять на одной позиции. Попадает в голову еще Джесперу. 4 в 2. Другое дело абсолютно. Дивел Вок убивает релиза. Погибает от Джеспера Ротлснейк. Остались 2 в 2 у нас. Игроки! Ну как же можно было такой раунд-то отдать? Хаджи остается один против Дивел Вока и Джеспера. Но по-прежнему не ставится бомба. С ножом в руках выбегает Хаджи на 15. 9-6. Псилоны ведут. 12 фрагов Худсинтриза, 17 Джеспер, 15 Шнайдер, Дивел Вок 9, 3 Флуша, 12 Хьюси, Хаджи 12, релиз 9, 7 Ротлснейк и МХ 5. Показываю я рекламку и мы начинаем смотреть вторую сторону. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я смотрю live streams на регулярный бассейн, и я всегда думаю, что я хочу быть тот человек. Я хочу интеракт с моими фанами, в моими креативными способами. Поэтому я downloaded XSplit Broadcaster, потому что многие мои любимые streamеры используются. Я думал, что это будет тяжело, и получается, что это очень просто. Я уже есть streaming accounts на несколько разных sites, и XSplit works с всеми. Я даже могу streamать на несколько sites в одном месте. Не, я с этой рекламой ничего не имею. Просто возможность стримить в Native Paragraph для меня очень велика честь стримить в такой чемпионат, как основной. Так, эммм... Не, у нас всё спокойно в группе D. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, мы продолжаем смотреть наш... Матч за бронзу. Тут до сих пор перерыв. Значит так, в группе D, собственно, договорю, на EMS'е всё в порядке. Вышли LDL-C Western Wolves, как и ожидалось, несмотря на интересные очень результаты. Например, победа Western Wolves над LDL-C и ничья LDL-C с Alternate. Прямо вот французы сегодня... ...очень... ...отличились по сравнению с прошлым днём, с вчерашним. Я удивился, что они так плохо сегодня выступили. Играли же с античитом, а на Fnatic Fragout'е нет античита. Ребята, это какая-то грязь, по-моему. Ну, возможно, НИПы просто вчера были суперслабые. Пошёл у нас... Пошла у нас вторая сторона со счётом... 9-6 закончили эпсилоны. Они ведут. Очень это похоже на Мираж. Да, Краби... ...многие говорили, что в CSGO сорсеры будут... ...после первого времени проигрывать. Но никто не знал, что уровень сорса и 1-6 практически равен был по скиллу. Вот в чём проблема. Поставили у нас бомбу аннексисы на пленте А. Пытаются её отбить эпсилона. Остался Сентриз 1 в 2. Хьюща отстреливает Сентриза и берут первый раунд аннексис. 9-7 становится счёт. Ведут пока что шведы. Всё, ладно, надо добить эту игру. Спокойно. И уже поговорим с вами, кто хочет ещё поговорить. Итак, эпсилоны у нас фулэка делают. У одного флуши у нас есть Диггл и Флэшка. За счёт чего... А, он просто на все закупился. Что у нас сделал и Джеспер. Джеспер взял дробовик. Не фулэка, ни хрена. На банане стреляется Реттлснэйк с врагами вблизи. По 250 у Дивилвока. Он не полез дальше. У нас засада от Джеспера в коврах. Вот в коврах как раз-таки этот дробовик очень хорошо используется. Банан, Аркадий, Дивилвок и... Забрали Реттлснэйка в итоге. Но на коврах и на медле погибли у нас Центрис и Джеспер. Никак реализовать свои девайсы они не смогли. С Дигла флушит, сносит Хьюси. Остаются команды 3 в 3. Ещё можно пробовать брать раунд игрокам. Анексис. Нет, Эпсилон, извиняюсь. Так. Крисит в коврах у нас МХ. В планете сидит Хаджи. И релиз бегает по коврам. Второе очко берут Анексисы. В итоге 9-8 становится счёт. Сравняют они игру благодаря взятому раунду первому. Ну и самая жара у нас начинается за сегодняшний матч. Не было особо борьбы на первых двух картах. А сейчас вот как раз-таки всё. И... На равных примерно. Ну, получается, что Нюк, конечно, был получше подготовлен у Анексис. У Эпсилоны жарили у нас на Мираже. А Инферно примерно равная. Подготовка у обеих команд к этой карте. Итак, Миддл у нас не держит на последней отдаче Эпсилоны близко. В ковры у нас за Аркадий ЛДЖСПРСП-250. Его спалили по звуку, видимо. Убегают халповать игроки Эпсилон на А. Заходит на плент релиз с Хьюси. Также и Раттлснэйк вместе со своими тиммейтами. МХ попало в голову очень больно с П-250. Но благополучно добираются все до плента. И теперь пойдут с пистолетами пытаться отбивать игроки. Эпсилон. Какой же тег-то старый, а? Сколько флагов он переменил за свою историю. Ну и, походу, Эпсилон решили просто девайсы не дать засейвить игрокам. Анексис, а они никуда особо не проходят. Не пытаются выбивать, но Анексис просто сядут в песках. Да и все. Хьюси убивает Шнайдера. Тут же размен идет у нас от Клуши. С ковров дропаются Джеспир и Центрис. Подрывается бомба. Релиз живой. Погибли только Хьюси и МХ. Подбирают они ганы упавшие. В итоге все три гана, которые были дропнуты, подобрали. Серьезные, то есть Галилы и Калаши. И счет 9-9. Сравнивают у нас игру. И Груан. Весная и День 2. Сравнивают у нас игру.